Нормально, да спал нормально, вчера, вчера долго уснуть не мог после игры, рейс проспал, спал, спал, спал все время, ну так узнают, да, бывает, попадаются, да, детишки есть тоже. Ты спал узнавали? Не знаю, наверное. Будут фотографии с тобой спящими? Надеюсь, нету таких. Как погода тебя? Радует, ну сейчас в Валенте, если честно, потеплей, 30 градусов, а здесь вот так вот, ну ничего, тоже соскучился, давно снег не видел, так что сейчас снег идет как раз. Любишь водить или больше? Люблю, нет, я люблю сам водить, мне очень нравится. Ну, про машины я не люблю говорить, как бы, это свое персональное, но люблю водить, есть две машины у меня, ну, как бы нравится. Так, дороги обычно. Радио слушаешь или что? Сейчас Саша какую-то песню поставит, поем. Ну, да не, я радио включаю, все подряд слушаю, иногда русское тоже что-то попадается, включая там что-нибудь. Ты больше русское слушаешь или испанское? Да все подряд, то есть я не могу. Испанское тоже есть, русское, как бы, мне все нравится. Ну так, не бываешь, что ли? Нет, очень редко. Только когда один. Опа. Знаешь, что-то грубо? Нет, не знаешь? Да ладно. Не знаю. Полово. А, ну да. Слышал в детстве, нет? Конечно. Благодарю. Да, погода нормальная, да? Хорошо. Куртки ничего не привез, а вот. А, ну, что ты дадуешь? Спасибо, что довезли. Может, пельмешки еще? Там есть. Есть, да? Да, я так знал. Я чувствую. Ты закат делал, Повару? Да? Только не с камерами. Что там, обрубил, да, кого-то? Здорово, Дэнчик, как дела? Нормально, у вас как? Нормально? Все хорошо? Да, супер. Что, все хорошо? Что, прилетел только что? Просто такой ужас. Устал что? Ты хорошо летел? Садился. Да, нормально. У нас есть не мог, что-то летал кругами. За кого? Ты за кого? Давай, давай. Не, по секрету, скажи, давай. Спартак? Нет. Нет, да? Все. Ну, это честно, брат. Ты просил честно? Да, да, честно. Все, правильно. Доброе. Доброе. Выходите. Я люблю пораньше лечь и нормально выспаться, а то потом весь день как-то надо, сон нахожу, как бы не доспал. То есть, люблю тоже после обеда чуть-чуть поспать. Поспать любишь? Была же история, когда ты проспал, тоже в тренировках Туби Груз? Была история, да. Ну, мне было, сколько, 11 лет. Я проспал, у нас команда уезжала, мы уезжали с командой на турнир. Она очень важная. И я проспал, не успел на автобусе. Меня папа бегом в аэропорт отвез, и мы успели. И как раз потом турнир этот выиграли. То есть, я помню, очень интересная история такая была. Что тебе обычно снится? Часто или снятся сны? Редко очень, редко очень. Сейчас, в последнее время, ничего не снится вообще. Кошмары бывают, да? Бывают, но редко, и хорошо, что они редко. Кошмары что-то такое фантастическое, или что ты кого-то проспал, опаздываешь, или пропустил голову? Ну, по-всякому бывает. Мне кажется, это что-то со мной всегда связано. Что там или падаю куда-то, или кто-то за мной гонится, что-то такое. У меня нормальная идея. Забывал, да? Да. Красавица. Это самое необычное место или предмет, на котором ты оставил автобус? Ну, на телефоне не разится. Самое необычное такое. На животе бывает, знаешь, там, где-то, 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 где-то. Ну, детишкам. Что случилось? Доброе утро. Доброе утро. Все хорошо? Все хорошо. Доброе утро, Марио. Все хорошо? Все хорошо. Все хорошо. На руках тоже расписывался, детишкам, да. Вот сейчас вспомню. А сам автограф брал в детстве? Ну, да, когда у футболистов практически всегда получалось, фотографировался с ними. Вот когда папа играл в Хихоне, там я старался всегда как бы у всех росписи брать. И я смотрел сразу, и сразу я смотрел после разговора с Умарюйте первую же игру. Ну. И. Что? И, а потом игру смотрел с Челси в Лиге Чемпионов, которые играли в пять. И как ты располагался, и как ты. Ну. Ну. Ну, да, да, да. Ничего не хотелось тебе тренеру сказать после игры с Челси? Нет. Нет, потому что выиграли, да? Да. Спасибо. Э? Ты ехаешь? Пого, пого. Здорово. Как сам, брат? Нормально все. Пустамона не видать? Зато блины есть. Чаешь по русской кухне в Испании? Ну, да. Ну, мама иногда приезжает, блины делает, кашу. Последнее время, когда в сборную приезжаю, всегда стараюсь кашу покушать утром на завтрак. Потому что там, как редко очень попадается. А так, я всегда омлет завтракаю, фрукты, может, орешки какие-нибудь, кофе. Сок, может быть, свежий, свежий, и все. Так, сегодня, наверное, кашу попробую. Сам умеешь готовить еще? Да, нормально, кстати. Неплохо получается. Паэлью можешь? Нет, паэлью не смогу. Там специалисты должны быть, которые ее готовят, и у них хорошо получается. У меня не очень. Ну, я простое. Картошку могу запеченную сделать, рис, макароны, омлет. Ну, мясо пожарить. Не-не-не-не, все нормально. Я очень серьезно стал относиться к питанию. У меня были проблемы со здоровьем, травмы постоянные были. Я сделал анализы, и у меня некоторые вещи вышли, что я не могу их постоянно есть, потому что они хуже перевариваются у меня. И я стал, как бы, внимателен к этим вещам, и меньше стал есть, лучше начинал себя чувствовать. И вот до сих пор я вот так и питаюсь. Что с глютеном и диетой у вас было? Ну, вот, сейчас я глютен, я стараюсь как бы меньше есть. То есть, это включает хлеб, все, макароны там. Ну, есть специальные макароны, которые нам делают на базе, которые они сделаны из гречки как раз. Нормальные, вкусные такие. Сладкое тоже. Надо как можно меньше. Я думаю, это важно. Ну, а так, в принципе, если все равновешенно делать, то можно и хлебушка покушать, и блинчики иногда. Ну, что, я прям переодеваюсь перед вами, да? Ну, хорошо, давайте. Ну, давлю я. Если что, там это надо, да? Будет. Да, нормально. В кадр хотел попасть, да? Для инстаграма, да, или что? Раньше он со мной так не здоровался, только вот сейчас, когда камера есть, это все. О, здравствуйте. Моя очередь. Ха-ха-ха. Нормально. Довольный, да? Забил, да? Если ты будешь ровно стоять, то... Нет, да? Что ты смеешься? Что? А, пока в туалет? Да нет, нормально. Кто? Кто? Это он просился в «Зенит», я говорю, не надо, я говорю, не надо, Денис, играй, пыли, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди. Сударин вас врёт. Я через Закеля Гарая попросился, что Денис там что-то решает. Денис там что-то решает, что я не могу понять? Больше по реалу Мадриду решает. Кстати, с первого голова, сударь, смотрели, смотрели, хлопали. Да, я даже смотрю, смежу за вами. Да? Как вы там? Вы с тем, судишь за нашими регионерами? Конечно, конечно. Сашка Головин радует. Красной карточкой в террасе. То красной карточкой, то голиком. Свободно начинаем, агрессивно опять сброс. Браво. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Двери Дмитрий Димитрий 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 Он сам был спокоен, потому что я отдал все то, что было в моих силах, чтобы попасть на чемпионат мира. Решение было за тренером. Ты видишь сейчас Европа-2020, он пройдет частично в Петербурге. Хочется, опять-таки, кайф, предпоставить, чтобы вы выбирали. Ну, конечно, конечно, хочется порадовать наших болельщиков. Я думаю, сейчас любые игры, которые мы играем за сборную, везде. Очень много наших болельщиков нас поддерживает. Очень приятно играть за сборную, приезжать сюда. Хочется, конечно, повторить и даже улучшить результаты на чемпионате Европы. Ну, сегодня насыщенный день такой был. Редко такие дни даются. Ну, подустал, да. Хорошо, что вечером смог, ну, после обеда смог поспать, отдохнул. Потом теория была, массаж. Вот, поужинали и отдых сейчас будет. Так что, нормально. Привык уже к таким дням. Какому-то хорошему отелю из отечественного, где-то, может быть, даже подкачешь отдых в уши? В каких-то условиях? Ну, конечно, я думаю, всем нравится съездить там на пляж на какой-нибудь, на Доминикану или на Мальдивы. Я там не был. Ну, наверняка там круто, классно. Мне нравится на пляже тоже ездить. Но когда я к бабушке ездию в деревню, то есть там ни телефона, ни телевизора практически нету, там действительно голова отключается и ты прям как расслабляешься действительно. То есть, сходить в лес, сходить за грибами, сходить на рыбалку, я думаю, это тоже хороший отдых. В счастье ты и что тебе не хватает для полного счастья? Для полного счастья? Я думаю, я счастлив. Я занимаюсь своим любимым делом. То есть, я занимаюсь футболом. Это моя жизнь. Слава Богу, что мои родители, моя семья, все живы-здоровы. И я бы ничего больше не просил. Просто здоровья, заниматься своим любимым делом и продолжать как бы прогрессировать всегда. Не останавливаться на достигнутом, а идти вперед. И чтобы в жизни всегда какая-то цель была, чтобы стараться ее достичь. Вот я, чтобы желал себе и всем людям, я думаю, ничего такого не надо приобрести. Там, я не знаю, куча денег или машину новую, или часы, чтобы быть счастливым. Я думаю, надо сейчас начинать быть счастливым, и все остальное придет. Ну, это опять мое мнение. Чай не найду никак, который, чтобы поспать покрепче. Нету, по-моему. Бывает ночью, что в воде и в воде и в воде. Ну, или ночью, или фрукты, или орешки. Потому что если, нету, скушать шоколадку, будет не очень. Спасибо большое. Всем спокойной ночи. Я буду разыгрывать футболку в описании. Больше информации для вас. Спокойной ночи. Все. Субтитры сделал DimaTorzok